Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на канале VideoShopper. Это достаточно интересный обзор. Мы взяли два разных совсем телефона по виду, от разных фирм. Их разделяет целый год. Если Honor 50 вышел летом 2021, то Samsung Galaxy A73 вышел летом этого 2022. Почему же мы их взяли? Ну, их объединяет цена. И в этом обзоре я расскажу об их отличиях, о том, похожи ли они вообще. Потому что самое-то интересное, начнем мы с процессора. Процессор тут одинаковый. Их объединяет один и тот же чипсет. Это Qualcomm Snapdragon 778. Это, на мой взгляд, прекрасный процессор. Он, конечно, не флагманский, но на нем при желании можно запустить достаточно тяжелые игрушки типа World of Tanks или какой-нибудь там PUBG, Fortnite и так далее. Да, это не флагман, но играть будет комфортно, настройки будут выше среднего. И самые-то важные телефоны очень быстрые, шустрые. 120 Гц частота обновления на обоих смартфонах, она здесь чувствуется. То есть телефоны очень плавные, ими приятно пользоваться. Это плюс. По процессору вопросов нет, все просто замечательно. И напомню, стоят они одинаково, но разница между ними год. Экраны. Безусловно, экран это одно из самых важных вещей в смартфонах. На него мы просто смотрим, это очень важно. Здесь они сопоставимы. Это AMOLED-матрицы на одном и на втором телефоне с поддержкой HDR10. Диагональ практически не отличается. Здесь на Honor 50 почти 6,6 дюймов. Galaxy A73 у него, соответственно, 6,7. И действительно, разница на 0,1 дюйм в глаза не бросается. Единственное, экран у Honor водопадом. Мне нравится такое решение. Люди делятся на два типа. Кто-то не переваривает вот такой скругленный экран, а кто-то, как я, радуется. Я пользовался несколько раз такими телефонами за последние годы. У меня не было проблем ни с сложными нажатиями, ни с чем-то еще. Это не исключение. Тем более, если использовать его в бампере, который уже идет в комплекте. У Samsung, кстати, в комплекте нет ни бампера, ни зарядного устройства. Об этом чуть позже поговорим. Поэтому по экранам я могу поставить приблизительный знак равенства, потому что что Samsung, что Honor обладают классными амоледовскими экранами, сочные, яркие цвета, 120 герц частота обновления, хорошая поддержка разных технологий. У Honor еще дополнительно, как и немецкая компания, сертифицирует безопасность для глаз излучения синего цвета. У Samsung такой информации я не нашел. В любом случае еще отмечу, здесь нет снижения яркости шима на невысокой яркости ни в одном, ни на втором телефоне. Но в любом случае очень мало кому он мешает и обычно мы в обзорах этого не касаемся. Просто на всякий случай также отмечаю. В целом, еще раз подчеркну, экран классный на обоих телефонах, просто здесь экран водопадом. При этом Samsung сам ввел в моду еще лет 6 или 7 назад экран водопадом скругленный и сам же от них отказался. Не знаю почему. А вам нравится такой экран, кстати. Мне нравится. Вполне годно. По батарейкам отличия есть. И тут конечно проигрывает Honor. Почему? Да все просто. Здесь 4300 батарейка, 4300 миллиампер батарейка против 5000 у Samsung. Притом по весу они практически одинаковые. Ну за счет задней спинки, она у Honor стеклянная, у Samsung пластиковая. Вес плюс-минус похож, но батарейка 4300 здесь 5. Считайте сами насколько это в процентах, но Samsung проживет чуть дольше, безусловно, при одинаковых процессорах. В любом случае даже с 4300, ну с натяжкой часов до 11 вечера с утра он с трудом доживет. У Samsung все-таки еще будет некий запас. Но здесь в Honor 66-ваттная зарядка не только поддерживается, но уже идет в комплекте. У Samsung же нет зарядки вообще никакой и поддержка только 25-ваттной зарядки. То есть разница он не в два раза, а даже наверное в два с половиной опять же. Но единственно их различает еще и год, тем обиднее для Samsung. Почему не ставить в 73 серию такую зарядку, я реально не понимаю. По внешнему виду еще отмечу, потому что я рассказал вам про экраны, про процессор, про батарейки. Обратите внимание, что они достаточно сильно отличаются и кому нравятся телефоны из стекла, пожалуйста. Единственное учтите, что рамы у обоих телефонов пластиковые и на Honor и на Samsung. То есть металлическая рама, а сверху пластиковая окантовка. Но Samsung полностью пластиковый, здесь же стекло. Единственное, Honor он достаточно быстро пачкается, но в любом случае, если вы готовы его протирать, как и большинство телефонов, а Samsung кстати белый, практически не видно отпечатков на этом пластике, то смотрится на мой взгляд поинтереснее и в руках ощущается как более дорогое устройство, но тут на вкус и цвет, как говорится, фломастеры у всех разные. И еще отмечу немаловажную, по крайней мере для меня вещь. Безусловно, Samsung чем еще интересен? У него, во-первых, есть оптическая стабилизация камеры и полноценная водозащита IP67. У Honor такой возможности нет, погружать под воду. Он просто сломается, нужно будет нести его срочно в сервис. В Samsung же есть официальная защита IP67. Это очень важно. До 30 минут можно в пресной воде в бассейне, например, что-то снимать под водой. Здесь такой номер не пройдет. Но опять же, еще обратите, все-таки выводы делайте сами, разница между ними все-таки год. И еще, не для всех может быть важно, но у Samsung есть настоящие хорошие стереодинамики, достаточно качественные здесь и здесь. Стереозвук чувствуется, хоть и устройство очень маленькое для стерео. Здесь же только один динамик. Я не могу сказать, что он плохой, он также громкий и четкий, но мне лично стерео не хватает. Я бы предпочел, чтобы было два динамика. В остальном они схожи. Единственное, Samsung можно поставить карту памяти, если вдруг она вам нужна. Начинаются они 128 гигабайт постоянные, 6 оперативные и выше. При этом у Honor есть даже 256 и 12 гигабайт. Но честно скажу, я не уверен, что 12 нужно, честно говоря. Но кому-то будет спокойнее. Но начинаются они от 128. Просто сюда карту памяти в Honor не поставить. Ну и подошли мы к камерам. На самом деле, знаете, очень много фотографий мы сделали, сравнили, посмотрели. Сразу отмечу, что Samsung умеет писать видео 4К 30 fps не только на основную камеру, безусловно, это может и Honor делать, но и на фронтальную тоже. Я имею ввиду именно видеозапись. То есть у него на фронталку Samsung можно записать с более хорошим качеством. И сразу скажу, если говорим про основную камеру на обоих устройствах, то приблизительно плюс-минус они сопоставимы. Качество фотографий будет одинаковое. Где-то лучше на Honor, где-то на Samsung ночные, дневные съемки. На широкоугольную по-разному. Единственное, имейте ввиду, что здесь только либо 4х3, либо 20х9. Формата 16х9 на Honor нету. Второе, в чем Samsung интереснее, кроме оптической стабилизации, это широкоугольная камера. На мой взгляд, фотографии на широкоугольной получается несколько лучше, чем у Honor. Вот на мой взгляд. Все-таки, если для вас это не важно, то еще раз повторю. Основная камера снимает плюс-минус одинаково на обоих устройствах. Samsung выигрывает лучше качество на широкоугольную камеру и лучше селфи. Здесь она одна камера селфи. У Samsung также селфи получается получше, чем на Honor. Плюс, если мы говорим о видеозаписи, то с фронтальной камеры селфи можно записывать на Samsung в более высоком качестве. Поэтому он, конечно, поинтереснее. Подводим тогда итоги. На самом деле, Honor 50 это хороший телефон, в котором есть Google сервисы, в котором прекрасный экран, в принципе, хорошая камера, хорошее качество видео. Все в нем вот при первом приближении хорошо. Единственное, батарейка меньше некого стандарта. Здесь 5000 все-таки, мы уже привыкли к таким батарейкам. Здесь 4300. И лично мне не хватает еще стереодинамиков. Динамик только один. Samsung же предлагает, вот сейчас они в 2022 году стоят одинаково. Samsung предлагает оптическую стабилизацию на камере, на основной. И предлагает самую важную водозащиту IP67. Как человек, который утопил уже два или три телефона за все время, лишней это не будет. Плюс стереодинамики. Ну, в остальном, Honor чем берет? Если вам нравится экран водопадом, то, безусловно, Honor, особенно если носить его без чехла, он интересный. Сейчас таких телефонов практически нет. Он прикольный, интересный, но выбирая между ними, лично я взял бы Samsung. Потому что внешний вид все-таки это не так важно. Пусть Samsung не так и круто выглядит со стороны экрана, но все-таки водозащита не помешает. Ценник одинаковый, батарейка больше, стереодинамики есть на самом деле, а процессоры одинаковые. Ну, в любом случае, решать вам. Если кто-то пользуется любым из этих телефонов, отпишите свой короткий отзыв под этим видео. Если нравится то, что мы делаем, ставьте большой жирный лайк. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Видеошоппер — это всегда много обзоров на различные телефоны и очень много сравнений. Подписывайтесь на наш канал. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением, Давид и команда Видеошоппер. Счастливо, друзья! Продолжение следует...